Друзья, всем огромный привет и сегодня мы с вами начинаем цикл гайдов по лучшим билдам в Diablo 3 в патче 2.4 И нашим подопытным кроликом сегодня будет Варвар в миксе Рекора и Бессмертного Короля Этот билд мы уже рассматривали на ПТРе 2.4, тогда он некоторые метаморфозы переживал И я не буду сейчас всю историю рассказывать, там много чего с ним происходило Факт в том, что на сегодняшний день в релизе он почти что-то такой, каким был в начале ПТРа Потом в ходе ПТР он менялся и вот в итоге Близзарды пришли к тому, с чего начинали Механика интересная, но сложная и она нас возвращает воспоминаниями, я думаю, к патчу 2.1 Где Рекор был главным действующим билдом для Варвара И я думаю, что скоро подтянется, мне кажется, что подтянется к Рекору и Земля Земля тоже очень хороший комплект, переработанный в 2.4 Думаю, что он в рейтинговой таблице должен появиться Очень я, по крайней мере, на это рассчитываю, надеюсь, что все-таки найдутся билды и через сейсмический удар В общем, я надеюсь на разнообразие, но, к сожалению, у Варвара пока что, мне кажется, разнообразие самое унылое То есть в ладерной таблице только этот билд Отчасти это может быть связано с тем, что для того, чтобы этот билд зажил, чтобы он был полностью собран Нам нужно нафармить только одну вещь Нам нужна только осада, только это двуручное древковое оружие Нам нужно фармить все остальное, можно запросто переносить из патча 2.3 или более ранних патчей, если вы не играли уже довольно давно Здесь, как видите, все предметы нам хорошо знакомы, просто мы их миксуем по новой схеме Итак, идея довольно проста Давайте сначала прочитаем описание к Рекору и все сразу встанет на места У героя восстанавливается один заряд яростного рывка, если это умение поражает только одного противника И таким образом Близзарды решили самую большую проблему Рекора Это работа по одиночной цели Теперь, если мы по одиночной цели работаем, у нас яростный рывок сразу же откатывается через Рекор И, да, если кто не знает, если кто не читал описание к предметам из комплекта Рекор, то Рекор это женщина Великая женщина-полководец среди варваров Первая, я так понимаю, великая воительница варварша Так вот, Рекор нам сразу же обнуляет время отката для яростного рывка, поэтому по одиночной цели работать одно удовольствие Если мы работаем по толпе, то у нас тоже откатывается бодренько яростный рывок, потому что Читаем следующий пункт Умение яростный рывок приобретает эффект всех рун одновременно Или одновременно, как некоторые могли бы поправить И наносит на 300% больше урона 300% больше урона, это ясно А вот что касается всех рун Здесь есть... Мы, во-первых, раз все руны включены Выбираем ту руну, какую стихию хотим получить Если у нас есть наручи словно на огонь, то берем яростный рывок с огрушительным тараном Если у нас наручи или амулет на физику, берем безжалостную атаку Я сейчас по ошибке играл с физикой, хотя вообще-то у меня на огонь наручи Но где-то такое вот несогласование у меня произошло Так вот, любую руну выбираем, это не имеет значения И все они будут работать Будет работать руна безжалостная атака, которая откатывает яростный рывок за каждого противника Который оказался на траектории яростного рывка Какую руну мы не выбрали Это очень важно, потому что мы по толпе просто безоткатно можем использовать яростный рывок И по одиночной цели тоже получается безоткатно По кому откатно? По маленькому количеству целей Если у нас, скажем, две цели Желтая элитка и один миньон, например Или босс и какой-то боссовский миньон один То у нас возникают проблемы с откатом яростного рывка Так что абсолютно беспроблемным этот билд не становится Даже в патче 2.4 Но играть им гораздо приятнее, естественно, чем раньше За это плюсик ставлю Близзардом И давайте почитаем следующее свойство, которое мы здесь, вы видите, не берем Несмотря на то, что рекорд это все-таки корневой, такой центральный комплект для этого билда Он, в отличие от Бессмертного короля, собран не полностью Что мы не берем? Каждое применение умения яростный рывок повышает урон от следующего умения, требующего затраты ярости, на 300% Эффект суммируется Каждое применение умений, требующих затрат ярости, расходит вплоть до 5 зарядов этого эффекта Посмотрите, если вам интересно, гайд по варвару через бросок валуна на ПТРе 2.4 Чтобы посмотреть, как выглядело использование этого бонуса за 6 предметов До того момента, когда на ПТРе этот бонус был сильно понерфен Так вот, пока он не был понерфен, бросок валуна через этот баф от яростного рывка Просто в щепки разносил С огромной криты вылетали постоянно Вылетали там каждую секунду сумасшедшие просто криты из-под броска валуна Близзарды поняли, что так оставлять варвара нельзя И понерфили до того уровня бонуса за 6 предметов Что сейчас его никто уже не использует 300% за стак всего 5 стаков Итого 1500% Оказалось выгоднее вместо этого взять Бессмертного короля И ограничиться четырьмя предметами в рекоре Что у нас с Бессмертным королем? Здесь все по-прежнему, он не изменился У нас Зов Древних длится до бесконечности, это раз У нас Гнев Берсерка, а также Зов Древних, который и так бесконечный Откатывается каждый раз, когда мы используем тратящие ярость и умения Чем больше ярости потратили, тем быстрее откаты Гнева Берсерка Именно таким образом мы будем получать перманентный Гнев Берсерка У нас есть чудесная руна в Копье Древних и бросок валуна Которая позволяет разом всю ярость расходовать Мы яростным рывком ярость накапливаем, броском валуна ярость расходуем В итоге Гнев Берсерка становится очень легко откатываемым Кроме того, поскольку у нас есть и спендер ярости, и генератор ярости Мы запросто разгоняем, просто не задумываясь Умеренность и сосредоточенность Дальше, что еще в Бессмертном Короле Бонус за 6 предметов, как и раньше Пока активны и Гнев Берсерка, и Зов Древних Герой наносит на 250% больше урона Поэтому у игроков есть выбор, был выбор Либо просочетать 300% яростного рывка С 250% от Бессмертного Короля Либо просочетать их же 300% за каждый стак яростного рывка С каким-то спендером ярости С каким-то умением тратить ярость И в итоге люди пришли к выводу Что все-таки перемножить 300% с 250% И при этом пользоваться яростным рывком Для которого здесь в этом билде Есть, вот, посмотрите, несколько легендарок Выгоднее, чем пытаться все-таки Бросок в луна присобачить в этот билд И я думаю, что эта математика оправдана Посмотрим, может быть, кто-то сумеет Закрыть более высокие великие порталы С использованием полностью всего рекора Но пока что 4 предмета из рекора плюс 6 предметов Из Бессмертного Короля Естественно, через Кольцо Королевской Роскоши Потому что иначе все эти предметы собрать нельзя Выглядят наиболее эффективным решением Что еще мы здесь используем Кроме оплота воли Рекора и Бессмертного Короля Это наручи силача Потому что, смотрите, как правило Все-таки люди не наручи силача используют Потому что одна из самых больших проблем Для варвара Это стойкость, а не урон Урона и так много, а вот то стойкость Оставляет желать лучшего, поэтому очень многие Вот так вот поступают Берут древние защитники парты Поскольку яростный рывок Со всеми включенными рунами Замораживает цели, а замороженные цели Как ни странно, это не следует из описания Запускают древние защитники парты Очень сильно повышает нам стойкость Если мы орудуем по толпе Получается, что мы хорошо выживаем Пока противников много, когда их мало Скажем, одиночный рифтгарден У нас возникают проблемы Это годится для высоких великих порталов Если мы делаем фасты А вот я сейчас делал фасты Я сейчас ходил по довольно простеньким порталам То стойкость нам особенно большая не нужна А вот быстрее зачищать И без того не сложных монстров, это приятно Поэтому, если мы ходим в фасты, то я бы советовал Вместо древних защитников парты Брать наручи силача, а яростный рывок Напоминаю, отбрасывает тех монстров Ну, не крупных, правда Которые встречаются на пути Таким образом запуская наручи силача Вот такая вот вариация по наручам Но древние защитники парты являются Все-таки, наверное, топовым решением Для великих порталов повыше В общем-то, наверное, на самых высоких великих порталах Есть смысл и рубины Вынимать нафиг из нашей брони И только-только за бриллиантами ходить Потому что оказывается, что Маленькая прибавка к стойкости Важнее, чем большая прибавка Ну, или более заметная прибавка к урону Вот так вот Тем более, что у нас появляется Я уже об этом много раз говорил Появляется новый рецепт Что-то там колдосана Отчаяние колдосана Калдосана Который позволяет нам очень хорошо Догоняться по мейн-стату По силе в данном случае И, следовательно, ценность силы Слегка уменьшается Когда силы много Каждый отдельный небольшой бонус К силе уже не такое большое значение не имеет Поэтому, наверное, есть смысл Варвару все-таки уже от рубинов В одежде отказываться В патче 2.4 Особенно И раньше тоже отказывались Но сейчас это Еще более разумно выглядит Вот, собственно Что касается куба То в кубе ККР Мерзкий страж О котором мы наверняка уже забыли Давненько мы его не использовали Урон от умения яростный рывок Увеличивается на 35% За каждого пораженного противника Попавшегося на пути Ох, с патча 2.1 Кажется, из сундука И не вынимал мерзкого стража Вот, наконец-то он нашел себе Новую жизнь в кубе Канае То есть Логика понятна Чем больше противников Тем Тем выше наш урон От яростного рывка Тем больше достается Каждому из них И примечательно Что это один из очень немногих Активных и важных предметов Свойство которого Не изменилось На протяжении последних Нескольких патчей В 2.1 Свойство мерзкого стража Было абсолютно точно такое же И, как я уже и сказал Единственный новый предмет В этом билде Это осада И, собственно Поэтому этот билд Первый в цикле Потому что его практически Не нужно было фармить Осада Умение яростный рывок Наносит дополнительный урон В размере 250% От бонуса К скорости передвижения героя Это Согласитесь Свежая такая необычная механика Я думаю, что Близзарды сидели И думали, думали, думали Что бы такое сделать Чего раньше не было Вот к чему бы еще Привязать наш ДПС Нашу эффективность персонажа И привязали ее К показателю Скорости нашего бега К бонусу К бонусу Для бега И Поэтому Здесь Мы берем Естественно Осаду И максимизируем Нашу скорость бега И для этого Мы, во-первых, используем Естественно Гнев Берсерка Потому что он увеличивает Скорость нашего передвижения На 20% Но это не важно Потому что мы бы в любом случае Гнев Берсерка бы использовали А у него даже без руна Его базовый Базовый его параметр Это увеличение скорости бега Важно то, что мы здесь используем Спринт с руной марафон Который На 40% На 4 секунды Увеличивает Скорость нашего передвижения Что Позволяет Сильнее разогнать Эффективность осады Поскольку У нас здесь Полезных скиллов много А места на панели скиллов мало Нам приходится Вместо Сейчас скажу Вместо Боевого клича Или как он называется Воинственного клича Использовать это умение Так что мы жертвуем Здесь Некоторой Некоторой стойкостью Ради спринта Можно было бы Вот вы бы сказали Потому что мы Так уязвимы по стойкости И у нас Избыточный ДПС Может быть Стоило бы все-таки Вместо боевой ярости С кровопролитием Использовать Спринт И оставить в покое Боевой клич Воинственный Воинственный клич Дело в том Что все-таки Боевая ярость Ну очень много ДПС Нам дает И отказываться от нее Наверное не хотелось бы Можно еще как-то Уворачиваться между снарядами Можно еще как-то Выживать Но Компенсировать Потери по ДПСу Которую мы понесем Если будем отказываться От боевой ярости Будет очень сложно Поэтому Общественности Я в том числе Все-таки Решаем Решаем боевую ярость Здесь использовать Вместо воинственного клича Чему-то приходится Оставаться за бортом Пускай лучше это будет Воинственный клич Вот так вот О чем я еще не сказал Я не сказал Об Амулете У меня Амлет Адского Пламени Только потому что Нет нормальной Мары Нужно потому что Играть в Диабло 3 Активнее чем я Чтобы нормальная Мара была Хотя знаю людей У которых там не знаю Пятнадцатый Парагон И уже идеальная Мара Это кому как повезет То мне нормальная Мара Для Варвара Так и не выпала К сожалению Надеюсь что может быть В этом патче повезет Так вот Мара здесь конечно же Лучше чем Амлет Адского Пламени Потому что Ядовитые монстры Для этого Билла Это просто мгновенная смерть Поэтому без Мары Нам просто остается уповать Что ядовитых монстров В Великом Портале не будет Вот так вот Мне кажется Опять изменился цвет курсора То ли я глюч То ли все-таки Он снова побледнел По-моему раньше он был Более коричневым И сейчас он уже Третий раз за последние дни Меняется Был Палец в 2.3 В 2.4 стала коричневая стрелочка Сейчас уже беленькая стрелочка Не знаю Может быть это Может это от карты зависит Надо понаблюдать за этим курсором Хамелеоном И что по легендарным камням Это проклятие пораженных Естественно Да Сейчас все Сезонные предметы Доступны и не сезонным персонажам То есть сезонных предметов Больше нет Нет больше разделения На сезонные предметы и не сезонные И я вот раньше ждал Пока мне проклятие пораженных Выпадет Мне пришлось ждать окончания Четвертого сезона Потому что я в сезон не ходил Дождался И теперь я наконец-то На основе играю С проклятием пораженных Все Этого гнета Сезонного больше не будет Это был какой-то фашизм Вот все кто не на сезоне Эти не люди Были Раньше сейчас Доступ ко всем легендарным камням Есть одновременно Вне зависимости от того В сезоне вы или нет Хотя ну Скорее всего в сезоне Сейчас все уже в сезоне Из-за всех этих новых плюшек Которые в сезоне появляются Это эзотерическая трансформация Для стойкости И проклятие плененных Опять же для ДПС Вот собственно и все Механика здесь предельно ясна Мы орудуем Яростным рывком До тех пор пока Все не дохнут И в перерывах Мы Бросок в луна Совершаем Только исключительно Для того чтобы Полностью потратить Всю ярость И таким образом Откатить гнев берсерка Самое сложное Самое главное В этом билде В этом В этом В этом варваре В этом способе Игре через варвара Это успевать Кастовать спринт Так чтобы спринт Все время был активен Каждый раз Когда у нас не активен спринт А мы в бою Мы теряем ДПС Мы теряем урон в секунду Мы Хуже атакуем Ну и понятно Гнев берсерка По готовности тоже запускать Если у нас не включен гнев берсерка То у нас не активен Последний бонус Из бессмертного короля Поэтому просто Быстренько Быстро перемещаясь по карте А мы здесь будем так вот Разрезать Со скоростью пули И внимание наше конечно же Будет приковано к экрану Вот необходимо К краям глаза Вот правым глазом Смотреть на поле боя А левым глазом Или наоборот Смотреть за откатом Марафона И гнев берсерка Чтобы они всегда Были активны Ну по крайней мере Всегда когда мы в бою И что касается Скиллов Хотя о значительной части Скиллов я уже Что-то сказал Стальные нервы Это воскрешалка Она нам потребуется Буйство это Плюс 25 процентов К силе Если мы постоянно Кого-то убиваем Это очень Очень здорово Учитывая Что у нас сейчас Через Отчение Колдосан У всех естественно Будет особенно много силы И вообще чем Отчение Колдосан Раз уж это первый гайд В 2.4 Я хочу сказать Чем этот рецепт Особенно примечателен И почему было наверное Я сейчас уже понимаю Важно его вводить Этот Этот рецепт Это дает Хороший Быстрый Источник Майнстата И позволяет Очень бодро Сокращать дистанцию Между людьми С разным Парагоном То есть чем раньше Был хороший парагон У нас есть у нас 2000 парагон То мы очень Очень далеко ушли За счет Прокачанной силы Или ловкости Или интеллекта От всех у кого 500-800-1000 парагон Между 1500-2000 И 2000 Разница колоссальная Сейчас У всех будет и так Гораздо больше Майнстата За счет Отчения колдосана И следовательно Разница в Парагоне уже не настолько Критична То есть ну Раньше как было Вот у кого-то Условно Я сейчас Буду с потолка цифры Озвучивать Придумывать Потому что я еще Не успел в 2.4 поиграть И вот Хорошенько изучить Какие здесь будут цифры У меня они еще в голове Не вложились Но условно Если у нас 800-ый парагон То у нас 10000 Майнстата Если у нас 2000-ый парагон То у нас 20000 Майнстата И разница составляет 10000 Майнстата И 100% То есть в 2 раза разница В 2 раза больше У нас будет Майнстата условно На 2000-ом парагоне Вот если вот все Параметры сохранить У нас текущие Какие есть сейчас В этом варваре Это Просто колоссальный разрыв А сейчас С Отчаянием Колдесана У нас на 800-ом парагоне Условно Может быть 20000 Майнстата А на 2000-ом парагоне Может быть 30000 Майнстата Разница по-прежнему В 10000 Но это уже Не в 2 раза разница А всего лишь В треть Ну смотря откуда считать Поэтому это полезный Я думаю был рецепт Это было Мудро Стратегически ввести Для того чтобы Не нужно было Обязательно вкачивать Космический прогон Для того чтобы Занимать верхние строчки Ладера Сейчас можно я думаю И с Некосмическим прогоном Поконкурировать За топ рейтинговые таблицы И что по Активным скиллам Хотя здесь я уже Все проговорил Бросок в лунар Ради того чтобы Откатывать гнев Берсерка Через разовое Опустошение Колбы с яростью Яростный рывок С любой руны На ваш вкус Соответственно Имеющиеся у вас Экипировки Зов древних Все как один Ради удвоения стойкости Гнев Берсерк С безумием Ради дополнительного ДПС Хотя можно наверное И поступ велика Набрать Ради дополнительной стойкости Но все таки Будет у нас Слишком сильная просадка По ДПСу Без этой руны Поэтому наверное все таки безумие Спринт с марафоном Ради разгона Осады Которая лежит у нас В кубе И боевая ярость С кровопролитием Опять же это Шикарное покрытие По толпе По толпе Мы дамажим С уроном по области С этой руной Великолепно Монстры Взрываются Разлетаются Как капуста По которой попали из пушки И к слову Об уроне по области Вроде как в 2.4 Этот аффикс Починили Теперь он не приводит к тому Что сервер Зависает И играть невозможно Если он срабатывает Сразу же по большому количеству Монстров Так что можно играть Теперь и через урон По области Вроде как Напишите в комментариях Если вы по прежнему Замечаете Не позволяющий вам И мешающий вам Играть лаги Из урона по области Вроде как По моему они прошли Вот все друзья Давайте быстренько Зачистим Маленький великий портальчик И будем закругляться Вот друзья Такой у нас Варвар В начале 2.4 Будет ли придуман Лучший билд Сказать сложно Надеюсь что будет Естественно во имя разнообразия Но как бы то ни было Играть рекорум Сейчас можно вполне Он требует Некоторые сноровки Требует привычки Но я думаю что если Попривыкать Поучиться То во первых Это хорошо С точки зрения людей Которые ругали варвара За однокнопочный геймплей В период расцвета Вихревого варвара Во вторых Это не так уныло Как было с рекором В 2.1 В третьих Это просто прикольно интересно Что то новенькое И друзья Я варваром буду фармить Потому что Фармить Т10 Фармить Баунти Таким варваром Это здорово Он очень динамичный И если мы ваншоты монстров Если мы не боимся умереть Если мы Любых боссов В силу того что они На Т10 Всем для нас слабы Валим без разбора То для фарма Ноликов поручений Я напоминаю что В 2.4 Поручения на Т10 Обретают смысл Раньше Что на Т8 Что на Т10 Давали Если вы следуете Бонусным актам Всего лишь по 8 реагентов За акт То теперь на Т10 Дают по 10 реагентов За акт Если бонусным актам Вы естественно следуете Я думаю что Уже не осталось никого Кто не знал Что нужно следовать За теми актами Которые отмечены Как бонусные Хотя Новые игроки Я думаю в 2.4 естественно Появятся Кто-то наверняка Возвращается в игру После трехлетнего перерыва Кто-то Может быть Выиграет конкурс Который сейчас В нашей группе Проходит Получит Reaper of Souls И вообще Заиграет в первый раз Друзья Много очень лирических Отступлений было в этом видео Не только про варвары Мы говорили Но и вообще про патч Поэтому видео Получилось неестественно долгим Извините друзья Но просто было довольно Много моментов Которые хотелось проговорить Которые может быть к варвару И не имели какого-то конкретного Отношения Просто касались Патч А это первое видео Первый гайд в 2.4 Большое спасибо друзья Всего доброго До скорых встреч Удачного фарма Счастливые игры Друзья Если вам нравятся ролики На этом канале Пожалуйста лайкайте их Комментируйте Может вы даже захотите Поддержать проект материально Я в свою очередь Приложу все усилия Чтобы видео Выходили как можно чаще И были как можно Более интересными